Еще лет пять назад, проезжая по властям Далговпилского края, мы зачастую наблюдали удручающую картину заброшенные дома и фермы и заросшие кустами поля. Сейчас же люди вновь возвращаются в села, где начинают заниматься выращиванием сельхозпродукции. В последние несколько лет в Далговпилском крае активно скупается земля, причем не только лесные массивы, но и поля. И что немаловажно, в эту собственность владельцы вкладывают средства, чтобы заниматься ее обработкой. На сегодняшний день стоимость одного гектара земли в властях Далговпилского края варьируется от 800 до 3000 евро. Все зависит от ухоженности участка и расположения. Если у нас акционы проводятся на квартиры, то они могут быть и неуспешными. Если у нас акцион проводится на землю, то практически, мне кажется, что не бывает, когда ее бы не купили. Но если там нет каких-нибудь игр за этим, так сказать. И поэтому сейчас и купить землю не так просто. Есть определенные нормы для физических лиц при покупке 10 гектаров земли и более, и для юридических при приобретении 5 гектаров и более. Такие сделки должны контролироваться самоуправлением. Юридическому лицу он должен получать платежи. У него должно быть, у дебината или постоянного работника должно быть образование в сфере деятельности юридического лица. Причем это образование должно быть на профессиональном уровне. Поэтому тут надо смотреть, кто может купить, кто не может купить. Я не говорю про гражданство. Там все должны быть граждане. Ну, эти условия, в принципе. Я про образование и про эти платежи. И то же самое физическим лицам. Если это выше 10 гектаров, он должен быть зарегистрирован как... Сами эти склады либо, да, он должен быть зарегистрирован в виде, ну, у него немножко мягче, он мог получать платежи, сейчас получать или у него образование. И образование может быть на уровне 160 курсов часов сельскохозяйственных. Ну, и эти требования не пугают желающих заниматься сельским хозяйством. А в будущем в планах руководства самоуправления до 2020 года реализовать европейские проекты для поддержки села и сельского предпринимательства, в том числе и при сотрудничестве с Далгополской городской и Красловской думами. Средства будут больше концентрироваться в региональных и национальных центрах. То есть это как бы уже прописано в стратегических документах. Но наша Краевая дума, мы планируем в этот период тоже практически три проектные идеи, которые, в рамках которых мы будем работать на поддержку предпринимателей. В рамках одного из проектов в планах возобновить работу на заброшенных производствах и создать новые рабочие места. Правда, реализовать подобную идею можно только при поддержке самих предпринимателей. Если мы развиваем какую-то территорию, то уже на время подачи проекта у нас должны быть подписаны уже соглашения с предпринимателями, что да, им эта территория интересна, да, они здесь будут работать. И тоже оговариваем, как эта программа требует и выставляет требования, что если мы инвестируем, скажем, какое-то количество европейских средств в эту территорию, то предприниматель со своей стороны инвестирует эйро в эйро в свои приватные инвестиции, в частные инвестиции или создает новые рабочие места. И одно рабочее место уравняется 41 тысячу евро. Это по расчетам Министерства экономики. То есть эти критерии для предпринимателя суммируются. То есть если он создает рабочие места, то он может меньше инвестировать своего личного капитала в эту территорию. Сегодня речь идет о пяти таких территориях, которые на данный момент заброшены. Они находятся в Вышках, Крауе, Лауцесе на бывшей птицефабрике, в Свенте и Науине, где на берегу Даугавы планируют развивать туризм и малый бизнес.